АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ У нас была, конечно, идея закончить Балканское обсуждение, но я его уговорил поиграть перед этим тоже. Как-то я вот помню на одном из концертов в Москве Сашу Склярову. Знаете, раньше я играл как хотел, теперь играю как могу. Наверное, следующий этап уже играть, даже если не могу, но все равно играть, если ты музыкант должен до конца дней быть преданным своему делу, своему инструменту. Стараюсь делать все, что могу, музыку мы послушали. После этих проблем сердечных играть я совсем на баяне полгода практически не играл, сейчас начинает потихонечку восстанавливаться. После этого, видите, много музыки написал. Эльбом для юношества или полифоническую тетрадь, надеюсь, что вам понравилась эта русская полифония. Я специально, ну тут чуть ли не зря, он уже был доцентом, я поступил на композиторский. И Кусякову, в общем-то, он говорит, все ему предки, у нас там разница, три года, в возрасте. Но вот он мне, и работая над его композициями, и его мне тоже, общение с ним мне очень многое дало. И я благодарен, я даже что-нибудь из его сочли и сыграю, потому что не играл очень давно. А еще у меня такая идея, знаете, поиграть ту музыку, которую я играл где-то 40-50 лет назад, 30 лет назад. Ну что, поиграю, потом перейду плавно к тому, что мне с Левой забирали сделать. Я ноты захватил. Правда, ноты, тексты, которые я готовился, будут играть до этого. Левого у него так много нот, он их найти не мог и не пришлось распечатывать. Вот эти вот по-свежим нотам играть будет интересно. Ни приготовления, ни меха, ничего. В общем, сегодня будет такая сплошная импровизация. В общем, если что-то не так, простите. Так, ну, так, я помню молодость, когда очень волновался. Я думаю, надо сыграть что-нибудь светлое, солнечное. И вот, если у нас солнечный ресторан, там Юль Бушей, композитор, ученик Невсена, Николай Форобьянович, он к открытию концептного зала с новым органом, который был в Ташкенте построен, написал специально Арию Тукатру Фугу. Ну, я, естественно, всю играл, но сейчас, я надеюсь, сыграю хотя бы Арию, уже председатель, но постараюсь поднять в себе и вау настроение. Руки еще пока не есть, но посмотрим. Я очень люблю звук этого инструмента. Мне бы хотелось вообще хорошо поиграть так, чтобы они насладились самой эстетикой звучания этого инструмента. Это пиджини, но такого вправо пиджини нет, потому что здесь все изменено согласно моим желаниям. Я в двух словах помню. Ну, во-первых, выборная система, есть один голос, но с темпром кларминта. У нас в Москве мастера сделали резонаторы с удлиненными камерами и более кларминтные звучания проявили. В правой, у нас всегда проблема, крайний ряд звучит громче, в средний по-другому, а до третий рядом вообще как неломанная декора. Здесь мне удалось выровнять благодаря отражателю. Видите? И практически никакой разницы между рядами нет. Вот тут... Теперь ближе к музыке. Итак, наряду шею. ПЕСНЯ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Симон 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Я в душе романтик, романтик, и поэтому хочу трансферскую романтическую музыку в данном программе, показать как учить на этом инструменте Это, конечно, Сезар Франк Мы с моими ребятами почти всего его переиграли Я вот сыграю сегодня пасторальный мажор На мой взгляд, это такая органная зарисовка французской природы В соборе там есть очень хороший эффект Там очень сильная реверберация И когда капель падает, акустика начинает отвечать Мы собираемся выпустить диск У него был серый концерт во французских соборах В том числе, кстати, в Странбурге Самый большой собор И настолько интересно было Я просто сыграл и наслаждался вот этой игрой звуков, эффектов Но все-таки французский писал для собора, для органа Это в этих условиях просто необычного Ну, сегодня, дальше, не знаю, как я сыграю, мне самому интереснее Спасибо 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА